Всех приветствую, друзья и соратники. На дворе декабрь, зима, все замело, все в снегу. И я решил записать это видео о легендарном приборе, как Айс 150 или 250. Ну, 250 у меня в наличии нет, есть 150, различия между ними минимальные. Как бы прибор всем знакомым, многие с него начинали, многие копают до сих пор не первый год, по пять лет, по шесть, по восемь некоторые, и неплохо поднимают. Есть люди, которые наравне с 705 и с Signal уходят с ней, особенно на чистых 8-х каких-то, если, допустим, мало бита или не бита, то разница будет минимальна с другими приборами. Так что вот так. Почему я решил записать по этому прибору видео? Да потому что некоторые деятели отзываются о нем плохо, как бы, да? Это оснований, притом, для этого никаких нету. Как бы, вот такие вот дела. Чисто понты или реклама других приборов. Как бы его для начинающего, это оптимальный вариант. Айска, Айска, 150 или Айска, 250. Разница, в принципе. А, разница в кнопках, там, пинпоинтер есть. Зачем он нужен, вообще непонятно. Так, что я хочу сказать. Катушка. Стандартная катушечка. Стандартная катушечка на Айска. Вот она. Это она идет в комплекте со всеми приборами. Это катушка МОРА. Катушка 9х6, да. 9х6. Имеет такую особенность, как слепой кончик. Примерно вот эта область, первые 5 см. Слепая. Ну, в принципе, видит она не так далеко. Для осталина она не подходит. Так что, если копаете Айской, многие знают, что надо катушку менять на более дорогую. Но эта катушка, кстати, очень хороша для шурфа. Многие переделывают на оливью, на том же. Я видел, сколько раз делают укороченную Айску, обрез из нее. Ставят стандартную катушечку и шурфят. Шурфят весьма продуктивно. Как бы, если зимой где-то я поеду или в каких-то экстремальных условиях, да, мне будет лень, допустим, брать Сигнум, то Айску самое то. Так что вот так вот. Родная катушечка подходит только для пляжей, либо для шурфа. Для остальных все-таки глубины не хватает. Так что имейте это в виду. Вот такие вот дела. Главное. Переходим к самому прибору. Прибор имеет всего три кнопки. Моды, сенситив и повар. Ну, короче, питание, вкрувыкова, чувствительность и моды. Все металлы, там, дживы, дни, коинс. Ну, ходить надо всегда на всех металлах. Ставим все металлы, чуйку там на три или на четыре. И включили. Все, пошли. Пошли искать два тона. Все просто, все понятно. Даже новичок разберется за пару недель полностью практически. Но есть свои нюансы, да. Как, например, монеты и другие полезные цели на обрыве глубины могут звучать черниной, черниной маленькой. Ну, такой, как бы, слабый звук, слабый железный звук черника. Так что имейте в виду, если с глубины слышите слабый железный звук, то это может быть монета или еще что-то полезное. Что-нибудь такое классное. Значит, Аська 150. С ней я ходил где-то примерно, ну, года два с половиной примерно. Да, где-то так. Много очень классных находок. Накопал с ней на вот той же Сигнум. Сигнум на три катушки. Вот тут такой ушатанный уже подлокотник. Замутанный. Я его ломал. Тогда мы долбили деревню одну. Девятна хуй. Зато там подлинно. Сломал подлокотник и пришлось, короче, на копии мудрить там. Это самое, заматывал по-всякому ходил. Ну, что вы копать. Потому что копать, азарт был большой. Так, по катушкам, короче, да, покупатель либо Нел. Ну, Нел я не знаю, как бы, да. У меня у него не было. У меня катушечка вот эта вот. Тайгер. Марс Тайгер 9х12. Ну, такая грязненькая. Стояла, блин. Тайгер 9х12. Катушка отменная. И, как бы, по старине можно копать в лесах. Уже можно старину с ней копать. В 8х, вот, уже самую выбивали. Вообще классно там поднимался. Ну, не битое место было. Ну, и по-битому там, в принципе, не сильно многое подняло после нее. Но, допустим, сигналом. Только вот с глубины доставал, как вы в этом сезоне вы видели в моих видосах. И смотрите. С глубины доставал там. Сигнал с глубины придет, говорит. Ну, вот это та же штука зачистила знатно полянку. Так что, вот такие дела. Это самое. Прибор отличный. Если голова на плечах есть, то с ним вы можете копать. И весьма продуктивно. Вот такое мое мнение об этом приборе. Этот прибор заслуживает звания в лучшем, в начальном сегменте. Ха-ха. Мое имха. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok